Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Юлия Баталова, и сегодня провожаем Папу. Мы сегодня в 4.30 утра встали, в 5.30 из дома вышли, в 6 мы сели на Газельку, там в Газипаше у нас с автостанции. И приехали куда? В Аланию! В общем, у нас нету с Газипаше трансфера общего, и приходится вот так вот сначала приезжать в Аланию, и уже с Алани, сегодня должны Папу забрать. Я указала отель, в котором мы в прошлом году были, это My Garden. К сожалению, его уже не существует, здесь такое как бы уже сите, биас алтен ситесе, может быть, кто-то, если в My Garden отдыхал, знает этот отель. Отель был очень классный, мы здесь жили месяц, и вот именно с этого отеля сегодня Папу должны на трансфере забрать. Трансфер 7 на 24. Да, ничему жизнь нас не учит, но больше нет другого трансфера. Я искала, и в группах писала, есть индивидуальный трансфер, но да, если это, допустим, пару человек, даже было бы не так как бы обидно. Ну, блин, на одного человека там 80 долларов платить, ну ладно, 50-60 даже если, а тут 400 лир. И, то есть, я с водителем конкретно поговорила по телефону, я говорю, мы будем вот столько-столько в My Garden, будем, говорю, стоять ждать вас. Он все тамам-тамам, короче, мы с ним созвонились даже. И, в общем, я надеюсь, что в этот раз не будет у нас никаких происшествий. Дальше мы с Рузалем проводим Папу, и уже поедем за документом, да. Все еще документы я не забрала, сегодня вторник. Сегодня заберем, дай бог, документы, и получится нам их отдать сегодня в лицей. В общем, вот такое вот сегодня утречко. Всем хорошего настроения, всем бодрого утра, заряжаю вас всех энергией на целый день. И приятного дня. Давайте просыпаемся, погнали в наш счастливый, грандиозный, неповторимый день. Да, отель, конечно, был тут классный. Смотрите, вот здесь вот, помню, где написано Бизон, там были кожи и меха. Тут ресепшн был, там все переделали. Здесь даже аквагорки были, бассейн. В общем, классный был отель. Вот, спереди здесь море, набережная идет. Ну, а мы провожаем папу. Всем пока-пока, скажи, пап. Всем пока-пока. Уезжает папа. Да, я еду домой, в Россию. Да. Русские идут домой. Обними папа, я вас сфоткаю. Ну и что, все. Мы проводили папу. Как ощущения, Рузаль? Грустненько. Грустненько? Ну да, грустновато. Было бы идеально, если бы бабушка с дедушкой у Рузалия, папа с мамой рядом жили. Ну, так вот, суждено, как суждено. Самое главное, чтобы сейчас добрался здоровым, невредимым. Долетел, доехал. Печалька. Ну, а мы сходим на море. Развеем свою печаль. Покорее, я думаю, мы поем ехал. Нет, нет. Шутки шутят, Рузали. Вообще, не смешно. Ну, смешнее. Хочешь махмутларе жить? Махмутларе? Махмутларе, да нет, нет. Не хнаю, скажи. Не хнаю, как Алмаз говорит. Смотри, какие цветочки. Я не хнаю. Так, ну, мы решили спуститься вниз. Что-то хотим у Фим немножко ножки промочить. Что, море под боком? Почему бы и нет? Все закрыто. В туалет бы, конечно, сходить. Да все закрыто. Платные туалеты понаставили. Бесплатных нету. Моле-моле, жизнь чудесная. Нас. 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 Эта межлян. Эта межлян信. Нас. Моле-моле. Чем чудесной. Холодненький песочек-то. Надежды. Кайф. Можно я весить? Конечно. Кайф. 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 Куда-то там сидеть. Можно уж, но они только-только вот открываются там, раскладываются. Вот такие дела. Ну что, наконец-то получили мы документы. Называется Денклик номер ОСА. Мы стоим возле Мигра с бюджетом. Хотим купить и попить. Он открывается в 9. Время без 15.09. И поедем обратно. Заедем, наверное, по пути в лицей. По приезду в газипашу. Чтобы уже конкретно все документы сдать. И чтобы уже одним делом стало меньше. Прикинь, пусть я... Ну что, друзья. Как всегда, ночная болталка с вами. Мы уже все дома. Дети уже спят. Сегодня проводили папу. Он добрался хорошо. Время... Сейчас 11.00 ночи. И мама уже позвонила. Сказала, что он добрался. Они ложатся спать. Мы ложимся спать уже. Вот. Но не поговорив с вами, я не могу лечь спать. Мне же надо отчитаться перед вами, как уж так. В общем, после этого всего мы поехали в лицей. Наконец-то сдали все документы на обучение. Частные. Повторяюсь, мы отдаем Рузале в частный лицей. Платный. Для того, чтобы он все-таки прошел вот эту вот адаптацию. Платно, чтобы не было много детей в классе. А в классе у них максимум 15 детей, сказали. Всего один класс девятый. Один класс десятый. Один класс одиннадцатый. Я говорю, один класс двенадцатый. Да. В Турции двенадцать классов обучения. И старшие... Старшая... Учеба, получается, старших классов это девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. У нас вот три года, у них четыре года. И он называется лицей. Как лицей, как академия. То есть такой вот... Он более языковой. Там языки по часам намного больше, чем в обычных лицеях, в обычных школах. Там будут они изучать немецкий, турецкий, английский язык. Вот. Пятнадцать тысяч лир мы заплатили за инвентарь, за форму. То есть это как на год вперед сразу. Пятнадцать тысяч лир. И следующие восемь месяцев мы будем платить по десять тысяч лир. Обучение в лицее стоит восемь десять тысяч лир. Плюс инвентарь. Вот. И оплатили, в общем, мы закинули через банк. Пятнадцать тысяч лир. Учеба начинается с понедельника. Такая необычная у них форма. Вот. Вообще форма как бы такая разного цвета, как нам объяснил директор. То есть есть и такая серая, есть и белая. То есть как бы ребенок может выбирать. Но в основном все ходят в серый. Вот. Но у меня, как всегда, у нас Рузаль отличился. Ему нужно белый. Ему подавать другую форму. Не так, как у всех. Он у нас любит красиво одеваться. Обязательно, чтобы одежда была фирменная. Не хохры-мохры. В котором я могу вообще себе позволить походить. Я могу и в хохры-мохры походить. То есть в этом плане он, конечно, совсем по-другому. Иначе к этому относится. Вот. Ну, что сказали еще. Есть столовая. Там есть и... То есть, конечно же, можно купить и суп, и все в общем есть. Собирают телефоны в начале дня. На переменах вы можете... То есть, дети могут взять телефон и пообщаться. Там позвонить родителям. Учеба начинается в 8.45. Дети должны прийти в 8.30. И до 16.10. Учеба продолжается. 8 уроков по 40 минут. Перемены получается по 10 минут. И 1 час в обед. Он может даже домой приехать покушать. В принципе, это недалеко. Недалеко от Вайкики. Вот рядом, можно сказать, с Вайкики. Мы живем в центре. Вайкики находятся в центре. Все в центре. Лице в центре. Так что он может спокойно. Тем более, у него есть электровелосипед. Он может приехать покушать, уехать. Даже отдохнуть успеет. Вот. Что еще? Сказали, что можно оставаться что-то, если не понял, я хотел расспрашивать, с учителями общаться. Можно тет-а-тет. Можно, короче, все что угодно. Сегодня спустился учитель математики. Мы с ним познакомились. Очень такой общительный, приятный мужчина. Ну, как молодой человек, можно сказать. Ну, такого вот возраста. Может, 30-35. Где-то так. До этого мы ознакомились с другими учителями, когда ездили тоже недели две-три назад туда. Вот. Все учителя приятные, открытые, общительные. Сами прямо идут на контакт, сами подходят. Директор тоже такой же. В общем, мне очень понравилось. Я вообще рада, что все-таки узнала про этот лицей. Вот. И на сегодня вот такие вот новости. Сегодня очень сильно устали. Сегодня планировала вообще ложиться пораньше, но не могла уснуть, пока не убедилась, что папа приехал. Все нормально, все доехал. Вот. Так что все нормально. Все сегодня получилось. Все удалось. Все, как и планировалось, получилось. Вот. И хочу спасибо сказать всем. Хочу поблагодарить вас всех, что вы смотрите меня. Спасибо, что пишете комментарии. Я очень-очень рада. Я благодарна каждому, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Подписывайтесь, кто не подписался на мой канал. Желаю всем счастья. Желаю, друзья, всем радости, веселья, больше денег. Пусть они сыпятся на вас. Вот. Пусть они легко достаются вам. Не верьте в то, что там легкодоступные деньги там уходят легко также. Или там как-то они там что-то типа как пришли, так ушли. Нет. Пусть они приходят легко. Вот. И с радостью тратятся. И вообще, чтобы деньги были всегда. Вот. Потому что все достойны этого. Деньги это, по сути, просто бумажка. Это просто для нас там настроили, вбили в наши головы, что деньги это о-хо-хо-хо-хо. И чтобы их заслужить, нужно там что-то сделать. Каждый заслуживает их. Каждый. Деньги это не проблема, как я всегда говорю. Деньги это возможность. Наболтала уже 7 минут. Так что, всем. Всем, в общем, денег много. Счастья, здоровья. И, конечно же, мира. Мирного неба над головой. Всех люблю. Всех целую. Всем-всем-всем. Пока-пока.